привет у нас время 5 утра нужно три часа в дороге скоро будем на месте мы едем в наш старый город где мы жили два года нас лично тянет какие-то приключения но у нас там на самом деле дела важная встреча и короче говоря мы заехали сейчас на рестере сходим по делам и поедем дальше я рассказала купим конфеток в автомате но я вообще-то не планировала но она сказала надо значит надо вот сейчас я вам покажу как выглядит наш туалет вот так вот выглядит на рестере тут лавочки можно отдохнуть довольно таки огромная территория там сидит охрана посередине в удочке с двух сторон туалеты мужские и женские здесь и здесь лирка читает уже газетки рекламки здесь значит вся информация по дороге там стоят то эти автоматы можно заправиться едой напитками кофе горячим холодной водой вот вода газировка сладкое мороженое горячие напитки кофе чай здесь снеки сухарики чипсы и так далее здесь печенье и кофе в банках уже готовый вот сейчас вам покажу территорию за стоянкой там стоянка для коммерческого транспорта грузового вот они здесь спят находится также телефон если кому-то нужно позвонить вот здесь стояночка за подзабита ночью останавливаться и спокойно спят водители вот вот и сейчас я вам покажу как выглядит туалет внутри все очень чистенько мы уже проверили очень цивильно прямо само что классно эти стоянки они очень часто расположены по дороге и ты можешь спокойно заезжать и отдыхать умыться набрать воды в общем вот так он выглядит везде есть вода везде есть мыло везде есть туалетная бумага и очень чистые кабинки чистые туалеты в общем все просто идеально вот каждом туалете вот такая вот рестерия у нас просвещаться поехали ты что-то такое интересное нашла а твоя тема набери я тоже полистая пам кост флаглер бич знакомый знакомое место у летки там живет одноклассник но бывший одноклассник одноклассники не бывает бывший они остаются на всю жизнь нашей памяти так миша кашкин сейчас как помню вот у нас все темно еще не расцвело хотя время уже 5 утра и мы отправляемся дальше вот скоро надо будет где-то остановиться перекусить что у нас будет завтрак я конечно вам сниму вот но пока мы погнали нам уже дождик по пути попался намочил нас слегонца о 5 50 уже а нет да нет я здесь уже перевела время все правильно 5 50 уже почти 6 а еще не рассвело до сих пор ничего себе ну окей едем дальше чем дальше мы от боки тем чем ближе мы к джексонвиллю тем больше уже желтеньких деревьев здесь уже чувствуется прям осень такая прям нарядная уже здесь по прохладней всегда было здесь прохладнее да у нас прям зима ощущалось даже есть а если найду я вам ставлю фоточку как наши дети нам гуляли вот в это время в позднюю осень в перчатках в шапках шарфах и макар весь укутанный был в коляске потеяли потому что было реально холодно когда в боке была жара и мы купались в бассейнах прям какие-то там 400 миль а разница в температурах существенная так что въезжаем в осень товарищи время 6 57 мы до сих пор в пути нам ехать еще примерно минут 40 что такое с тобой детка холодно до холодок ощущаешься слушайте прям прохладно мы приехали в паниру лерка сказала умру если не поем сейчас поэтому мы идем завтракать молнин деньги вернулся чтобы дверь я забыла уже посмотрите какой выбор хлебушка смотрите какая прелесть нет выпечку не буду вот возьми мне прошлый раз то что бутерброд просто вот просто сонтиру представляете да мне это все видеть наблюдать и не есть круассаны просто а вот с шоколадом круассаны а вот эти вот вот это с миндальными с миндальными хлопушками эти печеньки просто огонь хлеб я вообще балдею багетки короче мне уже целина выделилась не лера сейчас возьмет какой-то что-то мне возьмешь белый сыр как он там тейкан вайча надо вот всем рекомендую супер а сэндвич очень вкусно но знаете что там горчица горчица и лук там вот сказала лера но она че вкусно так попробуй нам столик выбрать еще а чем будем пить чай да а я а 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 5 а а и а не знаю но вот и Пойдем гамгушке. На улице мы, наверное, не пойдем, там холодно, да? Мама, может, с парточкой не могу найти свое... Это не хорошо. В смысле? Сейчас мы нальем чай. Здесь есть кофе с кофеином, ореховая, light обжарка, dark обжарка и medium. И вот просто есть горячая вода. Так, и надо выбрать чай. Я всегда здесь беру манго. Очень вкусный чай. Ветка сказала, что сама себе нальет. Так. Сахар я не пью. Возьмем сейчас лапеточки. Они нам пригодятся. Так, куда сядем? Верка идет. Нашла? Я не была в машине. Ну какие? В машине не было. Потом я уже такая, типа, ну что, ну что? Я в кармане. Ужас. Короче, Лера потеряла свои все кредитки и дебетовые карты, а оказались они в кармане. Ну это капец, конечно. Че, закруглый сядем? Дочь, возьми, я стаканчик свой в твой поставила, блин. Какой-то чай себе взяла? Я манго взяла. Тебе дать этот для горячего? Да не, он вроде, ну вообще, не, не надо, уже нормально. Салфетки я, короче, взяла. Мой, хватит, перепугалась. Я сама перепугалась. Я на заправку когда платила, там один мужик так смотрел на мой чехол, что я еще думала, что типа, он кликсом не хорошо смотрит, когда он потерял сядку. Вот такая. Псссссссссссссссссс. Я прям думала, что он мне распирил. Ну иди наливай, и будем делать. Сниму, пока меня никто не видит. Нам осталось ехать, всего ничего, минут, наверное, 15-20 и мы уже будем на месте. Вот. Поснимаем вам наш городок, если получится. Если мы не будем торопиться, сильно идти успеем, Обязательно поснимаем. Спасибо, доча. Того чая, который я хотела взять за вам. А какой? Тебе персика? Я тоже хотела персика, но его не было, да. Вот. И, в общем, мы поснимаем вам городок, если у нас останется время. Вот. Надеюсь, у нас сегодня все получится. Все, что мы задумали. И мы быстренько вернемся домой. Все сделаем и поедем к своим. Реально очень хочется кушать, хотя я привыкла обедать. Ну, то есть не завтракать, а уже обедать. Три, даже иногда четыре. Сегодня у меня что-то какой-то жор. Мы вчера так классно сходили в гости. Просто вообще наржались от души. Просто вот вообще давно так не общались. Давно не встречалась со своими родными такими людьми. И, в общем, наржались, насмеялись, наболтались. И мы уже очень поздно приехали домой. И, в общем, я даже не легла спать, потому что смысла ложиться не было. Мы пока доехали, пока я смонтировала вам видео. И уже, короче, уже вставать и ехать. Короче, Лерка поспала, а я даже не ложила. Вот. Ну, сейчас, я думаю, где-нибудь я еще все равно в Покемарю. Немного, часик-два, и потом уже. Какие дела. Что там стоишь? Лерка уже очень голодная, капец. Она привыкла перед работой рано завтракать, поэтому ее уже прям плющит. Она говорит, я уже не могу, мама. Мне как-то нормально, а Лерка уже прям вот конкретно плющит, она кушать хочет. Она привыкла рано утром завтракать перед работой. И еле дождется, сейчас она уже танцует, ждет свои бутерброды. Вот такой нам принесли завтрак. Здесь стейк и белый сыр чеддер. Очень вкусно. Еще маринованный лук и горчица. Маринованный лук и горчица, да? Вот. И вот это они дают чипсы как комплимент. Не как комплимент. Нет? Ты дополнительно взяла? Как сайт. А, ну да. Как гарнир. Это, короче, относится к блюду, да? Ну да. Можно выбрать либо хлеб, либо чипсы, либо яблоки. Яблоки я их не люблю. Хлеб, глупо как с хлебом, а чипсы мы потом в дороге как-нибудь. У нас чипсы сойдет, да. Ну все, приятного нам аппетита. Мы быстренько кушаем. Мы покушали. Верчик понесла мусор. И будем выдвигаться сейчас. Уже солнышко встало. Ты часть с собой забираешь? Да. Так, ничего не забудьте. Телефон, карточки твои на месте. Да. О, Кат, вот я испугалась. Это уже пищу карточки не теряла. Ты вот эту тьму, не дай бог. Я уже... Так, надо этому банку позомить. Этому банку позомить. Этому банку позомить. Зато находила, Лерка, скольких людей спасала. Да. Видишь, у тебя карма сегодня отработала. Спасибо. А, кстати, мне об этом и Саня рассказывала. Знаешь, вот этот ААА, который я тебе говорю, что нужно вам мембошитную машину сделать. Угу. Угу. А я выпила уже. Так, я все вроде с собой взяла. Сумка здесь, кошелек здесь. Идем. А то я вечно Маруся. Что-нибудь потеряю. И Лерка пробахнулась. Блин, прохладно здесь ощутимо, да? Прохладнее. Да. Уже сосны. Да, сосны начинаются уже. Видите, вон сосна. Вон сосны. Здесь немного другая растительность. Возвращается, конечно, от Боки. Очень-очень отличается. Возьми, пожалуйста. Наша любимая машинка. Ой, поехали. Так, что там нам осталось? Начать закончить? Да. А у нас уже что-то не звонит. Давай, звони. Короче, мы в дороге. Еще будем минут 30. А потом будем на связи. Ребят, мы приехали в свой город, где мы жили раньше. Сан-Августин. Лера пытается уже полчаса заплатить за парковку. Плюется ее деньгами. Мне надо избавиться от монеток. Она не хочет ему давать бумажки. Она ему дает монетки. Мне тоже есть, если надо. Мама, я плачу, мы шухуем. Здесь жуткий ветер. Я не знаю, оставлю так видео или придется потом озвучить. Но хочу показать вам. Это колледж старинный. Очень. Это город какого года? 1565-го. Это самый первый город США, на который высадились корабли Колумба. Вот. И, в общем, это... Вот тут такие экскурсии проводятся на трамвайчиках. И они рассказывают всю историю этого города. Вот эти здания, они все очень старые. И стоят как бы в первозданном... Смотрите, какой красивый колледж. Флаглер колледж. Колледж называется. Просто невероятная красота. Здесь кампусы. Здесь детки учатся и живут здесь же. Но изначально это была резиденция Флаглера, который был лучшим другом Рокфиллера. Да. Слышали? Вот такие паровозики здесь тоже ездят. Это была резиденция семьи, которые были близкие друзья Рокфиллера. Вот это вот. А сейчас это колледж. Один из самых богатых людей США. Вот это вот гостиница. Сейчас. Сейчас сделано, да. А вот то музей. Да. Музей света. Очень классный тоже музей. Там внутри можно погулять. Там такой красивый сад есть. Есть что посмотреть. Вот. И, в общем, весь вот этот городок, он выполнен в таком вот стиле. Его улочки. Есть здесь церковь испанская, да? Ой, небо сегодня просто обалденно. Какое красивое. Вот еще. В общем, тут туристов невероятное множество. Особенно вечерами просто. Все улицы забиты. Сейчас я вам покажу площадь, где была принята первая конституция США. Вот так вот. Это дом правительства? Да. Бывший, да? Да. А вон там вот, кто там крест, видишь наверху и часовник? Да, но это церковь, мама, я никогда не говорила, что она испанская. Испанская. Я, кажется, тут или слышала это или что. Откуда я это взяла, я не знаю. А дальше там казна. Да. Казна, да, казначейство. Да, вот это вот площадь, где была принята первая конституция США. Да. Мы перейдем туда дорогу? Да, конечно. Здесь очень классные сувенирные магазинчики по всей улице. Здесь гулять просто супер. Там отель в конце очень классный. И вообще здесь мы раньше всегда очень любили гулять. На Новый год, на Крисмас. Здесь просто невероятно красиво. Мы обязательно приедем, да, Леш? Да. С детьми. Потому что, ну, это такая у нас уже традиция здесь гулять. Вот, пушки, смотрите, стоят до сих пор. Вот здесь на этой площади была принята. Нет, но они стоят, их никто не убирает. Вот натуральную величину, пожалуйста. Ядра и пушки. Вот, подписано 8 ИЧ Колумбия. Часть исторического форт Марион. Вот, вот эта же часовня, вот. У нее там вот наверху. Крест, ну, церковь. Окей, окей, церковь. Вот монумент Конституции в 1813 году был. Видишь? Написано. Government of Spain. Там дальше тоже улочки. Вот это церковь. Вот это вот казначейство с решетками. Там свадьбы, да, празднуют? Да, классные свадьбы. Лерка мне рассказывала. Да, там сейфы офигенные. Сейфы. Такие огромные, знаете, правительственные сейфы, где они хранят казну. И там ставят такой бар. Внутри. Ну, я скилл коточки туда найду. Короче, полностью делают свадьбу в этом антураже, в казначействе. Вот это очень красиво просто. Здесь пара, где открывают. Я не знаю, если сейчас это будет какой-то случайно. Решила озвучить вам эту часть видео, потому что чем ближе к набережной, тем сильнее ветер и вообще ничего не слышно. Лерка хочет проверить, работает ли ее ресторанчик любимый. Ну, точнее, он работает, есть ли там места, потому что там всегда полный аншлаг просто. Вот. Мы сейчас направляемся в сторону этого ресторанчика. Вот в таком нереальном месте мы жили. Мы влюбились в него, в этот городок, как только его увидели первый раз. Но, к сожалению, после прошествия двух лет, прожив там, мы поняли, что в этом городе очень мало для детей развития, мало роста. И здесь хорошо уже жить на пенсии. То есть, когда тебе ничего не надо, к тебе просто приезжают гости, и ты наслаждаешься жизнью в тихом, спокойном, стареньком, очень уютном городке. Но для нашей семьи сейчас очень важно развитие, важна жизнь, важен движ, важно идти вперед. Именно поэтому мы поменяли место жительства и вернулись в Бокаратон. Этот райончик, где мы сейчас с вами гуляем, состоит сплошь и рядом сувенирных магазинов и ресторанов. Это абсолютно туристический район. Здесь очень много что есть посмотреть. Здесь очень красивый залив. Стоят пиратские корабли, в том числе в бухте. И очень часто можно увидеть дельфинов. Вот здесь вот с правой стороны от меня большой мост красивый. Через него ездят машины, переправляются на ту сторону. Вот. И с этого моста просто невероятный вид на залив. Сегодня в заливе огромные волны. Просто океан, видимо, сегодня штормит. И просто нереальный ветер. Обычно тут намного тише. Вот. Вечерами здесь везде горят факелы, огни, ездят повозки с лошадьми. Вечерами здесь все играет совершенно другими красками. Худят ряженые пираты, капитаны, всякие их барышни ряженые. В общем, очень красиво. Они все завлекают туристов, вовлекают их в разговор, в какие-то сценки, играют с детьми. Лерка очень долго изучала меню. И она сказала, мам, по-моему, за год здесь что-то изменилось явно. Я не вижу многих своих любимых блюд. Но, в общем, несмотря на это, мы решили все равно пойти и попытать счастье, в общем, занять столик и попробовать что-то тогда уже из новенького меню. Посмотрите, как красиво вообще. Вечером у этого ресторана вообще просто шикарный вид. Там натянуты лампочки, и они все ночью горят. И горят факелы, настоящий живой огонь. В общем, просто невероятное место. Здесь, на самом деле, каждый ресторанчик красив по-своему. У каждого есть какая-то своя изюминка. Сейчас Лерчик пойдет, возьмет столик, а я подожду ее снаружи. Буду заказывать. Нам достался вот в углу столик, тут не так сильно дует. Вот такое место аутентичное. Лерчик тут счастливая. И тут выход на другую улицу есть. Можно выйти, пойти погулять по другой улице. Так, ну что, мне что-нибудь такое легенькое, я сильно кушать не хочу. А тут салаты есть. А, у них есть. А, у них есть. Салат, что-то я тоже не хочу. А, у них есть. Ты можешь просто заказать что-нибудь, дай-ка, сайдаешь. Да я уже смотрю. Я думаю, что... Пиво, вино. Ой, вот я. Что я тут сейчас заказываю? У них изменилось у меня сильно. да чикен джоли это просто другое минимум ты здесь не было год кажется идет хитом вот так замерзли просто кошмар какой-то не поначалом две пасты мы же музыка и 2 а мы поменяли же да совсем забыл тебе еще один лимонад принесли холодненький повторить и рожан капюшоник пар идет короче капец как мы замерзли ну ладно это того стоило я пасту не ела уже 30 дней попробую ну да сегодня ровно месяц у меня как я углеводы не 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 нет я углеводы уже нарушила вчера а пасту в смысле я не ела месяц ровно окей попробуем половину забираем с собой я все валера все перекладывать просто в коробку она сняла этому ресторанчику все звезды которые до этого на него навешала я просто я столько людей у них за год абсолютно поменялось меню и короче но мягко сказать совсем не то что было раньше это если так мягко сказать так доченька можешь открыть все я себе помогу мммм ммм 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 Нет, я имею в виду, я не был здесь, мы переехали в Северной Флориде, в Волкаре, и я не был здесь за 1,5 года отсюда. Мы имеем новую кишечную менеджу, но мы имеем 3, я имею в виду, я имею в виду, мы должны быть самим шефом. Спасибо. Лера спросила, вы поменяли повара? Ну, потому что это же надо было что-нибудь сказать. А он ее уверяет, что это не так. Они сказали, что они поменяли менеджера по кухне. Заметно, что кто-то поменялся. Видимо, у них менеджер имеет слишком большое влияние на кухню, больше чем шеф. Чаевые, конечно, он заслужил, но так, в принципе. Он очень заслужил чаевые. Да. У нас еще один пан, пожалуйста. Спасибо. Мы злые, да, дочь? На кухню, но он вытащил дети и рестораны с жопы. Я не оставлю этот лимонад. Так, вот это убирай. Вода тоже хлорированная просто из крана. Вода. 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 Мы выходим. Все, в эту дверь. И больше мы сюда ни ногой. Вы представляете, Лерка собиралась сюда приехать. Мне звала, говорит, мам, поехали покушай. Просто, чтобы приехать в этот ресторанчик и покушать. Ну блин. Вот так вот выглядит его вывеска. Мы сюда ни ногой. Раньше, знаете... Мы сюда ни ногой. Ну, она осталась, но было совсем другое меню и все было гораздо вкуснее. Согласна. Я не знаю, я никогда не называла себя большим ценителем пасты, но эта паста была ко мне. Я никогда не знала, что можно так макароны испортить. Ну, нет, знала. Но не верила. Теперь поверила. Сделать люди профессиональные. Короче, здесь ужасный ветер. Лерка уже собрала волосы. У меня они были собраны. Я напялила очки, чтобы у меня челка не разлеталась. Просто ветер нереальный. Вы представляете, мы сегодня проезжали строительные краны. Просто машины со строительными кранами. И на них натянуты... Стрела выпущена, в общем, на машинах. На самый максимум. И везде висят на нем флаги Трампа. Представляете, предприятие строительное агитирует. Голосуйте за Трампа. Это круто. А тут тоже что-то висит. Так, Лера на вкусняшки потянула. Она хочет компенсировать обед. Ой, я тоже люблю такие вещи. А мне можно миндальную муку. Ха-ха-ха. Отлично. Я сегодня разорю свою дочь. Так, что тут есть? Разбери, лаванда, бёздые киры. Я люблю страубери. Есть страубери, я не вижу. А вот, и с лаймом она. Я, короче, хочу фисташку. Фисташку и малину. А может, лучше? Мама, спонсор. Мама, спонсор. Мама, спонсор. Мама, спонсор. Мама, спонсор. Мама, спонсор. Тоже самое цена. Так мы им одну оставим, а одну с другим и отдадим целлю. Да. Вот это шоколадные фигурки. Малина точно вкусная и фисташка точно вкусная. Ванильную точно не надо. Посмотрите, какой череп из шоколада остался один. Прикольный. Тут сигары тоже прикольные, конфетки. Здесь печеньки, круассанчики, обузешки, меренги. А здесь мороженое. Мама, где-нибудь зайдутся распри и с Сашей? Да, можно еще карамель взять. Или шоколад возьмем, бельгийский еще. Вот такое прикольное местечко. Сейчас возьмем пирожное к деткам и повезем домой. Ну и себе тоже. Блин, мы с тобой опять без масла. Я калькую. Ей никто ничего не говорит, а она тащится. А я одеваю. Подписнять к вам, как Лерка рассчитала. Смотрите, время 2.44. Я вам сейчас покажу тикет на парковку. 2.43 п.м. Представляете, как можно так рассчитать время парковки? Мы так долго еще ждали свой заказ. Это просто у меня не ребенок, а какой-то, я не знаю, несновидящий, блин. Как вот ты так рассчитала? И мы пришли, только отошел от нас этот чувак, который проверяет тикеты. Посмотрел так и отошел в сторонку и наблюдал, придем мы в течение минуты или нет. А мы-то уже здесь. Вот так вот. Сегодня наш день, да, дочь? Угу. Ой, хотела снять этот отельчик. Ну ладно, в следующий раз. В следующий раз покажу. Очень приятно еще приятно. Ну, да ладно. Вот я сейчас вот эти покажу домики, они же такие же, в принципе. Вот здесь все домики выкуплены. И сдаются в Airbnb посуточно. Мы там не успели даже заехать к друзьям. Они нас ждали, но мы, в общем, не успели. И в итоге выехали домой, потому что уже было поздно, а ехать нам все-таки 5 часов. И мы решили не останавливаться. Дождемся папы, может быть, съездим с ним вместе. Вот такие вот дела. Едем домой. Гляньте, мы заезжаем домой, а у нас тут такая красота. Да, нарядили ее. Эти пальмы нам новогодние уже. Обалдеть. О, мы будем вот этот город сделать. Это круто. Да, вообще огонь. Блин, ну вы внутри тоже не люди. Чего только снаружи ко мне неча хвастать. Классно. Очень красиво. Приятно так домой заезжать. Да, ну еще бы поздно. А дальше как? В темноту, короче. Да. Мама, нам теперь нужно свои пальмочки тоже в таких цветах сделать. Да, пусть выдают гирлянды. Я намотаю. Ай, нам еще и оранжевый надо снять сначала. Но Ева сказала, пусть до дня благодарения тыквы будут и гирлянда. И это разумно. Ну, вообще-то нет. Почему это? Потому что эти тыквы это хэллоуиновские тыквы. Ну ладно, тыкву уберем, а гирлянда пускай будет. Тыкву можно просто поставить одну такую, неразрезанную. Настоящую. И все. Или эти тыквы перевернуть задом. Если выреза нет. Русский человек найдет везде. Конечно. Рациональный подход. Да. Ура. Мы дома, ребята. Вырезатьtrack 2017, Отлично.